Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях Михаил Геннадьевич Крылов, депутат областной думы, музыкант, творческий человек. И вообще мы сейчас вас знаем с разных сторон, как и борется за экологию, и как человек, который поддерживает таланты. Но обо всем давайте по порядку. Сначала начнем с думской работы. Я знаю, что вы заместитель представителя комитета по экологии в областной думе. Вот над чем сейчас комитет трудится, и какова, ну, может быть, хотя бы одна основная проблема, я понимаю, что их очень много. Вот какой бы вы хотели вывести вверх? Ну, помимо текущей деятельности законодательной, потому что она происходит постоянно, какие-то законопроекты меняются на федеральном уровне, мы свои местные законы приводим в соответствие. Да, действительно, я хотел бы сделать акцент на основной проблеме, которая у нас сейчас существует в городе, это переработка твердых бытовых отходов, потому что, ну, только ленивый на эту тему не говорил, свалка у нас растет, значит, в воздух попадают испарения, в воду попадают разные химические соединения, которые влияют на здоровье людей. Как я всегда говорю, что чем меньше мы тратим на экологию, тем больше мы тратим на здравоохранение. И если мы посмотрим... Прямая, прямая, как говорится. Если мы посмотрим расходы на экологию в составе нашего областного бюджета, то, конечно, это мизерные цифры. Ну, опять же, как считать? Потому что, например, те же гидросооружения, это тоже относится к экологии, но уже относится к сфере ЖКХ. В общем, соотношение около порядка 2% областного бюджета идет на экологию. Безусловно, мало, потому что хотелось бы, чтобы это было 7-15%. Ну, мы к этому стремимся. Ну, понятно, да. Вот сейчас, насколько мы взаимодействуем с правительством Рязанской области, сейчас есть инвестиционные предложения по строительству заводов, по переработке твердых бытовых отходов. Пока сложно сказать, какой продукт будут выпускать эти заводы, либо просто захоронение на полигонах, да, либо уже какой-то готовый материал для последующей переработки. Пластик, стекло, бумага и так далее, и так далее. Ну, Михаил, вы знаете, я вот скажу про вас так. Вы почти единственный у нас в Рязани депутат, если не единственный, с кем можно поговорить об искусстве, и человек, который непосредственно к этому искусству и руку приложил, и вторую руку приложил, и свое разум, и свою энергию, и энергетику тоже приложил. Я вот хочу поговорить с вами о вашем последнем музыкальном проекте, может быть, даже уже и не последнем, все кипит, вот эти летучие барабанщики, которых мы видим тот там, то здесь в городе, которые задают ритм у всего города. Вот это движется дальше, и еще не, так сказать, не похоронили вы? Я хотел бы начать эту тему с того, что каждый из нас по-своему талантлив, просто кто-то позволяет себе дать волю творчеству и развивать это, а кто-то нет. Ну, кто-то просто может там, любит телевизор смотреть, кто-то в баню ходит, кто-то на рыбалку ездит, а мы вот барабаним. До недавнего момента, до прошлого года в Рязани не было ансамбля, который бы постоянно выступал на улице, это наша специфика такая, и состав был исключительно из людей, которые умеют играть на барабанах, то есть у нас нет мелодических инструментов, и мы создаем музыку только на ритмах. Что-то такое африканское. Каждый барабан тонально звучит по-разному, и он играет разный рисунок. И вместе мы можем создавать разные композиции, которые отличаются друг у друга. И люди, вы знаете, я когда играю, смотрю на публику. Некоторые входят в транс прям ножкой топают и так далее. То есть людям это нравится. Я стоял, подпрыгивал, когда один раз слышал. И стиль, который мы играем, а это смесь африканских, латиноамериканских ритмов, регги, диско, джаз, рок, хип-хоп, и мы это все назвали одним словом джамбо. То есть мы даем джамбу. Вот и все. Мы организовались в прошлом году и дали около 40 концертов на открытом воздухе, на улицах города Рязани, на площадях около торговых центров. Около 40 концертов. В этом году мы хотим дать 100-120 концертов бесплатно. Ну, то есть это вот вы так собираетесь, приходите, ну, наверное, там договаривались с администрацией там местной. Я думаю, люди вам идут на встречу, бизнесмены, там, руководители торговых центров, потому что, ну, лучшего, лучшие, так сказать, как мы говорим, завлекалочки-то, крючочкой, не придумываясь, волей-неволей народ остается. Вот специально для этого, Петр, я создал Рязанский творческий союз. Еще и это. Да. То есть много музыкантов, которые не реализуют себя. Хорошие ребята, талантливые, интересную музыку пишут, но у них нет аудитории. Выходы. Да. Нет обмена. Вот. И я создал Рязанский творческий союз, объехал все торговые центры, такие значимые, города Рязани, заключил соглашение об использовании прилегающей территории. Теперь я создаю пул музыкантов, групп, которые будут выступать перед торговыми центрами, что получает каждая сторона. Музыкант самовыражается, демонстрирует свое творчество. За это ему люди бросают какую-то копейку, от 10 рублей до 1000 рублей. Но дело не в этом. Да. Могу сказать, за один концерт мы барабанщиками где-то от 5 до 12 тысяч рублей где-то собираем. Просто люди бросают по 100 рублей, по 50. Вот. На палочке, на пластике хватает. Дальше. Торговые центры получают дополнительный промоушен. Ну, как бы ходил за покупками, получил хорошее удовольствие. Настроение поднял себе. Вот. И город Рязани получает свое. То есть, люди практически видят около каждого торгового центра какую-то выступающую группу. Настроение поднимается. Вы задаете ритм целому городу, если взять вот так вот. Гость приедет, потом приедет к себе куда-нибудь, скажет. Был в Рязани, но у них там праздник. Да, дороги никакие, но зато какие барабанщики. Дороги ремонтируют по мере возможностей. Ну, вот это вот все у вас в развитии. Потому что если в прошлом году 40, сейчас, вы говорите, в 2-2, может, в 3 раза больше, то и дальше, я так понимаю, вот это вот все будет в гору двигаться. Потому что, ну, не только ваши летучие барабанщики, но еще присоединятся другие коллективы. Причем они кто, как говорится, кто во что гораст в хорошем смысле? Не только же на барабанах или только барабанах? Там даже есть и художники, которые карикатуры будут рисовать. Не только музыканты. Там и танцоры будут, с нами выступают, там ребята хип-хоп танцуют, есть девушки, которые танят с живота, танцуют. Мы иногда просто принимаем самодеятельность от людей. Мы играем, а люди выходят и начинают танцевать. Достаточно интересно. И некоторые подходят, начинают играть с нами. Тоже хорошо. Слушайте, вот я даже не знаю, что важнее, законотворческая деятельность или вот такая вот деятельность по задаванию вот этого позитивного ритма. Все важно. Мне кажется, да, вот синтез вот этого, это какая-то оптимальная, может быть, для человека, который во власти структура. Надо уметь переключаться, потому что должна быть основная работа, должна быть семья, безусловно, и какое-то хобби, что-то для себя. И тогда человек чувствует себя полноценно, он живет в гармонии. И надо видеть людей. Надо видеть людей не по телевизору или там что-то, там, говорят, идти в люди и смотреть. Когда я выступаю в своем округе, ко мне подходят бабушки, мы с ними разговариваем, отходим. Не прерывая концерта, я просто отхожу в стороны и решаем какие-то вопросы насущные. И такое бывает. Ну, вот пошла власть в люди, что называется, вот это вот, без всяких кавычек, в вашем случае. Я хочу пожелать вам творческих успехов, почему-то в первую очередь, законотворческих успехов. И дальнейшего, так сказать, процветания вашему коллективу и вашим коллективам будущим, которые, я надеюсь, обязательно будут. Будем созваниваться и будем приходить смотреть и снимать. Хорошо? Спасибо. Большое вам спасибо. У нас в гостях был Михаил Крылов, депутат Рязанской областной думы, музыкант, творческий человек, полный идей, как мы сейчас убедились. Я думаю, что еще мы не раз о них услышим, увидим, посмотрим и поаплодируем вам. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город» 7 минут. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова